Американскую и мировую прессу всю буквально трясло от одной единственной новости. Действующий президент США и одновременно кандидат от Демократической партии на выборах Джо Байден с треском провалил дебаты со своим главным оппонентом Дональдом Трампом. Почему же так произошло? Что будет дальше? И как это повлияет на ход войны Украины против российской агрессии? Давайте разбираться. Большинство обозревателей сходятся во мнении, что хотя дебаты считаются коньком Байдена, действующий президент США, претендующий на второй срок, выглядел значительно слабее своего предшественника. Ну а Трамп напротив выступал уверенно и напористо. Я наблюдал за этим политическим диалогом, и у меня сложилось глубокое убеждение, что ни один из кандидатов не смог представить американскому обществу свое видение развития страны. Трамп традиционно кричал за все хорошее и против всего плохого, манипулируя сознанием американцев темой войны в Украине, которую, напомню, он обещает закончить за один день. Но об этом немного позже. Ну а Байден строил уж слишком сложные для ума широкого обывателя конструкции. Он не давал простых и понятных месседжей и выглядел как человек, который хотел купить биткоины при помощи чековой книжки. Мое личное, повторюсь, собственное впечатление, что американскому политическому дискурсу явно не хватает нового видения и подходов, которые бы удовлетворили как элиты, так и другие социальные группы. Все было настолько печально, что американские журналисты даже в какой-то момент забыли о тех самых стандартах и прибегли к политической агитации. Газета New York Times призвала демократическую партию США выдвинуть другого кандидата на пост президента после дебатов Байдена с Трампом. В статье, опубликованной под заголовком «Чтобы служить своей стране, президент Байден должен покинуть гонку», журналисты критикуют Трампа и положительно отзываются о действующем президенте. Мол, я сейчас процитирую, если эта гонка сведется к выбору между Трампом и Байденом, то действующий президент будет однозначным выбором этой коллегии. Тем не менее, авторы уверены, что избиратели не смогут проигнорировать тот факт, что на теледебатах Байден выглядел сейчас, снова будет цитата, как тень великого государственного служащего. В лагере демократической партии, кстати, такой вариант не исключает. Во всяком случае, в непубличном закулисье разговоры идут довольно давно. Республиканцы продвигали теорию о том, что на августном съезде демократы заменят Байдена другим кандидатам. Но серьезных оснований для этого до дебатов не было. Ну а сейчас демократы продолжают публично заявлять, что замена кандидата невозможна. Тут остается только понаблюдать. Дело в том, что на прошедших весной праймерис Байден получил 99% голосов. По партийным правилам это означает, что 3900 делегатов, которые в августе соберутся на съезд, которые окончательно и определят кандидата от демократов, должны его поддержать, хоть и не обязаны юридическими обязательствами. Но на смену кандидата нужно будет личное согласие самого кандидата, то есть Джо Байдена. Сможет ли он в итоге сказать что-то вроде «я устал, я ухожу» пока сказать сложно. Да и даст ли это демократам ожидаемые политические дивиденды? Тоже большой и жирный вопрос. Анализируя ход этих теледебатов, CNN насчитал в словах Трампа сразу 30 ложных заявлений против всего 9 у Байдена. Но намного чаще заявления кандидатов были просто бессодержательными. Например, на вопрос о борьбе с изменением климата Трамп сказал, что при его правлении у нас была чистая H2O. А иногда республиканец просто уходил от ответов, объявляя любые претензии неправдой. Трамп отрицал даже собственные слова из интервью Fox News о том, что у него есть право начать уголовное преследование демократов. Ответ на четыре уголовных дела, которые рассматриваются сейчас. И тут на дебатах он уже все отрицает, мол, никогда такого не говорил. Добавив, впрочем, что Байден после своего президентства вполне мог бы и быть осужден. Если бы я был человеком религиозным, во время просмотра этих дебатов я бы, вероятно, очень громко и вслух сказал, господи, храни Америку. Но я далек от религии. Кроме того, выбор собственного президента – это суверенное право американских граждан. Давайте не будем забывать очевидного. Неназванный советник Барака Обамы заявил журналистам издания «Симафор». Если дебаты вынудят Байдена сняться, тогда они пришли замечательно. Если нет – плохо. Но современная процедура праймеры сделает этот процесс очень сложным, как я уже вам об этом сказал. По-настоящему смешно выглядел блок дебатов, где кандидаты спорили о возрасте. Трамп давно продвигает тему, что Байден, мол, слишком стар, чтобы стать президентом. Действительно, ему 81 год. Но и Трамп, скорее, относится к категории «молода была уже не молода», он-то всего на три года младше. Интересно, но больше всего за американскими дебатами, конечно же, наблюдали в России. Там все ждут, что подлый Вашингтон посыплет голову пеплом и прибежит к Москве мириться. На российском Гибельс ТВ уже идут активные дискуссии с более чем странной исторической ретроспективой. Впрочем, смотрите сами. Мы часто вспоминаем, сколько американских инженеров приехало в Советский Союз. А чего они приехали-то в коммунистическую страну? Да больше жрать в Америке нечего было. Россия с нетерпением ждет, кто же победит на американских выборах – демократы или республиканцы. Ведь от этого напрямую зависит, кто в следующие четыре года будет мочиться в их российских подъездах и разбивать их российские дороги. Ведь Америка же во всем виновата. Ну а кто же еще? Ну а что же теперь с войной? Трамп же не сторонник предоставления Украине военной помощи. Если он победит, то все же у России проблемы с подъездами останутся. Но, по крайней мере, украинская эта проблема решится. Трамп снова озвучил практических словов слова, представленный несколько месяцев назад, свой собственный мирный план. Идея такая – Вашингтон будет давить одновременно и на Киев, и на Москву. Если Путин не согласится прекратить войну, то военная помощь Украине только увеличится, причем кратно. Ну а если Украина не будет соглашаться, говорит, с путинской Россией, то она прекратится вовсе. Причем Трамп предлагает начать переговоры, подействующие на момент его вступления в должность, линии соприкосновения. Такая себе спортивная гонка, знаете, отбираете, что успеете, ну а там все. Байден, конечно же, пытался объяснить, что такой подход не сработает. Во-первых, потому что цель Путина – захватить всю Украину. Ну а во-вторых, потому что ни одну Украину Россия хочет захватить. А там, глядишь, и до войны России с НАТО недалеко. Но у Трампа насчет НАТО свое виденье. Он уже довольно давно и усердно кошмарит военно-политический союз. Ну а вам, если вы смотрите этот выпуск в интернете, сейчас как раз самое время поставить лайк этому видео, подписаться на наш YouTube-канал и начать активно комментировать. Все это поможет нам донести правду до большего количества людей. Это правда важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!